Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале «Экзегет» читаем книгу пророка Исаии, 59-я глава. Эта глава, в большей своей части, кроме заключительного стиха последнего, представляет собой, как говорят ученые, так квалифицируют, определяют, например, в Иерусалимской Библии, как покаянный псалом. И некоторые из стихов этого псалма можно отнести к словам пророка, а некоторые — к словам народа, общины израильской. Начинается так. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Это слова пророка. И далее будут они продолжаться. «Спасать» — да, следует заметить, что вот эту главу следует тоже относить, как и предыдущую, скорее, к послепленной эпохе. Спасать здесь и в прямом смысле, и в эсхатологическом. Человек нуждается в спасении, и в спасении от каких-то бедствий, которые на него обрушиваются в этой жизни, и в спасении в вечном эсхатологическом смысле. Так вот, Господь готов спасать. И то, что спасение не происходит, и оно задерживается, оно медлит это спасение, так бывает не по вине Господа, а по вине тех грехов, как в следующем стихе сказано, беззаконий, которые встали между нами и Богом. «Но беззакония ваши» — слова пророка, обращенные к Израилю, «но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это напоминает строки первой главы Исаии, когда вы умножаете, там сказано, молитесь, воздеваете руки, «я не слышу, не вижу, потому что руки ваши полны крови». Вот грехи беззакония, они отвращают Господа от своего народа, от человека. Но вовсе рука его не стала короче, она по-прежнему та же самая яд хазака, зроан и туя, который Господь вывел рукою крепкою, мышцей высокую, вывел свой народ из египетского рабства, вывел свой народ из вавилонского плена. Потом, в персидскую эпоху, когда восстанавливались стены Иерусалима, это было не самым легким, не самым простым временем для израильского народа, также, как сказано было в одной песне, «за ними другие приходят, они будут тоже трудны дни». Израиль, окруженный недоброжелателями, окруженный врагами во времена Ездра, Ниемии, Агея, Захарии, пророков, переживал большие трудности и нуждался в божественной поддержке, в божественном спасении. Ну, а вообще, если в целом сказать, то слова эти можно применить к любой эпохе и к любому народу, христианскому народу в том числе. Часто наши грехи препятствуют нам спастись каких-то жизненных обстоятельств, а также наследовать спасение вечное не дают. Вот эти беззаконные грехи, они должны быть устранены, чтобы нас с Богом ничто не разделяло. Ведь это вражда против Бога, должен быть мир с Богом. Это средостение должно исчезнуть. Этих грехов и беззаконий, самых разных, самых многоразличных, идолопоклонство во всех его проявлениях и прочие все нарушения всех десяти заповедей, которым Господь научил человека, которые Господь заповедал исполнять, хранить в своем сердце и творить эти заповеди. И Господь не слышит, не потому, что ухо его тяжелело, чтобы не слышать. Он слышит, но не отвечает. «Ибо руки ваши осквернены кровью». Опять вспоминается начало книги Исаии, первая глава. «Персты ваши беззакония, уставыши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Слова пророка продолжаются. И молчание Божие, оно по вине человека. «Никто не возвышает голоса за правду». Вот ведь еще что. Мало просто воздерживаться от беззакония, не творить зла, жить не по лжи, как сказал Солженицын. Этого мало. Важно еще и возвышать голос за правду. Когда ты видишь, что неправедно осуждается человек, суд коррумпирован, взяточничество, и ты это видишь, и не возвышаешь голоса за правду, за правосудие, цдока, и никто не вступается за истину, как дальше здесь сказано в 4 стихе, и человек никак не реагирует на это, то такой человек тоже творит грех своим молчанием, своим бездействием. Тому, кто хочет делать добро и не делает, тому это вменяется в грех, сказано в другом месте. Все мы это помним, эти слова. «Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц, и кто-то умрет. Если раздавит, выползет ехидно. Паутины для одежды негодны. И они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Осуждается здесь коррумпированность правосудия в израильском обществе, социальная несправедливость и все то, в чем так часто осуждают пророки свой богоизбранный народ. Подавляются они здесь смертоносным вот этим яйцам, ехидне, те, кто творят вот эти все беззакония, кто творит неправду, в чьих руках насилие. И если пытаются как-то оправдаться, прикрыться той или иной статьей какого-нибудь законодательства, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, законодательство, принимаемое в угоду богачам и коррумпированным судям, вот тогда они пытаются этим прикрыться, но это все равно, что прикрыться паутиной. Как можно прикрыться паутиной? Паутины их для одежды негодны. Ноги их бегут козлу, ну мы бы сравнили с фиговым листком еще, кроме паутины. Но паутины, да, ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. И не только у пророков, но и в книге притчи Соломоновых, в псалмах, в других местах часто осуждаются дела злые, дела неправедные, неправосудные суды и всяческая социальная несправедливость. Как и здесь, судя по содержанию этого пророчества, тоже имеется в виду обличение от тех социальных язв общественных, которые были в ту эпоху, когда пророк произносил это пророчество, и были в народе Божьем. И эти слова не так трудно актуализировать, применить к нашему времени. Конечно же, и сейчас эти слова должны громко звучать. Слова пророка. Нет ничего более современней, чем эти слова. не знают мира, не знают мира, идущий по этим стезям. Божьего мира прежде всего, но и мира между людьми, между народами. Человек, который поступает так, как сказано, по своим нечестивым мыслям, опустошение, несет гибель другим, то такой человек, его пути искривлены, и никто, идущий по этими путями, не знает мира. То есть война, вот что происходит от таких мыслей и действий. А Господь всех призвал к миру. Причем к миру несокрушимому, непоколебимому, к миру Божьему. Этот мир рано или поздно наступит вопреки человеческому злу, человеческому злодейству, человеческой злобе. Мир всеобъемлющий, несокрушимый наступит, как сказано в одном из пророчеств того же Исаии, во второй главе, перекуют люди мечи на орала, не будут более учиться воевать. Но это будет все вопреки злой воле Божьей. Сами по себе люди воевать не отучатся. Нужно будет решительное, окончательное вмешательство Бога в человеческую историю. Асхатологический день Господень, когда наступит, вот тогда люди возьмут свои мечи, ракеты свои, кинжалы, и перекуют их на орудия мира, орудия труда. И никто больше не будет учиться воевать. И закроются все военные академии. Это все наступит. А пока, как говорится, идущий по путям этих злодеев мира не знает. Восьмой стих. Потому это и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Свет от Бога Господь творит свет. Тварный свет и нетварный свет. Свет божественной благодати, божественной энергии. А люди творят тьму. Что здесь уподобляется свету и тьме? Добрые дела, благие, правосудие – это свет. А неправосудие – злые дела, угнетение ближнего, подавление его, вражда против него. Братоубийство – это все мрак, это тьма. И вот дальше, собственно говоря, этот стих уже является началом речи народа. С девятого стиха и далее здесь это исповедь. Исповедь общины. Вот услышали обличение пророка. Первые восемь стихов. Дальше община израильская, его слушатели, его аудитория отвечают ему, отвечают на это пророческое обличение, подтверждают истинность слов пророка и говорят, потому-то вот и ходим мы во мраке, а не во свете. И дальше продолжается эта самая исповедь, покаянная. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает, до нас ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепая стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Жалкое существование, бедствия, которые постигают, и когда человек не видит смысла, не видит промысла Божия порой, то должен обратить внимание на свое поведение и человек, и народ в целом, и увидеть, почему так происходит. Может быть, эта слепота духовная и вот это вот бедственное состояние, оно по нашим грехам. Не потому, что Господь, как сказано было в начале главы, что ухо его отяжелело или рука укоротилась. Нет. То есть, Господь силен действовать так же, как и раньше. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Вот перекликается с первым стихом, где говорится как раз тоже о спасении. Спасать глагол используется в первом стихе. Вот здесь народ исповедует, что преступления, ждут спасения, но оно далеко, далеки от спасения, находится в бедственном положении. И в 12 стихе говорится, что это из-за беззакония и из-за преступлений. Ибо преступления наши бесчисленны пред тобою, каяться народ исповедует пред Богом свои преступления. Они многочисленны. Вспомним Псалом 50, грех мы всегда пред тобою. И грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Грех я сознаю. И опять 50-й Псалом вспоминается. Тебе, тебе, единому согрешил я. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лукавые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, «Ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». Здесь вот все эти понятия, абстрактные, казалось бы, но они вполне конкретные на самом деле, они здесь персонифицируются. Истина приткнулась на площади, «Честность не может войти». Перекликаются эти слова со многими пассажами книги-притчи Соломоновых. Суд, правосудие, 14 стих. Почему этого всего не стало? Почему господствует клевета, измена по человеческой греховности? Господу это противно. И не стало истины, удаляющийся от зла подвергается оскорблению. Удивительно, подвергается оскорблению тот, кто удаляется от зла, кто не хочет вместе со всеми повторять слова лжи и дерзает сказать правду, то такого человека, такой человек подвергается оскорблению. Он не хочет участвовать во всеобщем безумии, во всеобщей лжи, говорит правду, и его оскорбляют. Его оскорбляет толпа, которая, как обычно, подвержена зомбированию. Даже в те времена, когда не было средств массовой информации, толпа, народная толпа, часто преследовала праведника, ополчалась на него за те, за его позицию, гражданскую позицию. Он подвергался оскорблению за то, что удаляется от зла. Так и в наше время. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Настойчивое требование пророков, требование справедливости, правосудия, оно постоянно звучит, и не только у Иса, и не только у Амоса, но почти у каждого пророка, у Михея, у других, и не только у пророков. В книгах мудрых Израиля звучит это постоянно. Эти требования, они в Новом Завете звучат часто, и в дальнейшей христианской литературе эти требования правосудия, справедливости звучали часто, и часто за них подвергался не только оскорблению, но и смерти. Об оскорблении сказано в 15 стихе праведник, и многие праведники были умучены в самые православные, самодержавные времена, вспомнить хотя бы святителя Филиппа, но и многих других праведников, которые не боялись говорить правду, уклоняли, старались удалить от зла свою паству, и сами удалялись от зла. За это подвергались не только оскорблению, но и убийству, убийству по приказу власти. И, конечно же, это противно очам Господним, что нет суда, то есть нет правосудия, нет справедливости. И увидел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. Творится в мире зло, творится несправедливость, нет спасения, нет заступника, кто вступился бы за угнетаемого и за притесняемого, за обижаемого, угнетаемого и убиваемого человека. И, как у Амоса сказано в пятой главе, разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Часто мы в истории человечества случаются такие эпохи, которые можно назвать злым временем. Злым временем. И что же делать в этой ситуации? Как быть? И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Не стало мышцы праведных, не стало силой в их руках. Они преследуемы, они угнетаемы, уничтожаемы. И тогда Господь вступился за правду. Правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. Вспомним послание к Ефесянам, где говорится, что надо облечься в орудие правды. «Шлем спасения». Пожалуйста, потом, когда в 6 главе послания к Ефесянам будет говориться о том, в какую одежду должен облечься, в одежду праведности, в орудие, как воин, метафоры воинского облачения. Вот явно, что в послании к Ефесянам содержится намек на эти стихи, конкретно на 17 стих 59 главы Исаии. «По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное». Почему здесь появляются острова? По контексту не совсем понятно, но острова часто появляются в книге Исаии. Дальние острова, которые придут поклониться Господу, которые возвратят рассеянный народ Божий на своих кораблях и так далее. Здесь они, острова, представляют собой какую-то враждебную реальность, и Господь им отомстит. Он в резумщение облачился, покрыл себя ревностью, отомстит им, потому что виноват не только народ, сполна претерпевший от Бога наказание, но и враги его острова он им тоже воздаст должное. То есть имеется в виду, видимо, иные народы тоже. «И убоятся имени Господа на западе, и слава Его на восходе солнца». То есть все. Запад что у нас? Аляска, допустим. Восток что? Чукотка. От Аляски до Чукотки, можно сказать, от Чили до Микронезии, все убоятся. «Убоятся имени Господа на западе, и слава Его на востоке». То есть Господнее имя, оно будет величественное, оно будет страшно, оно будет славно, и страх и трепет обымет всех обитателей самых дальних островов. «Если враг придет, как река дуновения, Господа прогонит его». Вот это торжество славы Господней проявится в том, что все враги будут низложены. Во-первых, будет справедливость царить в народе Божьем, Господь ее установит своей властью суверенной. А во-вторых, все народы тоже будут покорены и убоятся Его имени, ну а потом начнут призывать Его имя. Идолов своих отбросят из туканов и начнут признавать власть Господа и боятся Его имени. И слава Его будет торжествовать во всем мире. Нигде Его имя больше не будет хулиться, и будет везде Его слава. Пока еще это время славное не наступило, но все ближе оно к нам. Приближается эскатологический день Господень. Дуновение Господа прогонит всех врагов. «И придет искупитель Сиона и Иакова, обратившийся от нечестия, говорит Господь. Так вот оно спасение, вот оно искупление, долгожданное, о котором горевали в начале главы, да, что вот почему, дескать, у нас нет спасения, кается народ Божий в своей неправде, в своих беззакониях, в своих преступлениях. И вот когда покаялся, придет искупитель Сиона, сам Господь, Иакова, обратившийся от нечестия, «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь». Вот когда происходит обращение от нечестия, от пути зла на путь Божий, тогда близко искупление. Господь искупитель Сиона. Сион здесь, это и Иерусалим, и вся святая земля, и народ Божий. Все здесь, в этой метанимии Сион. Обратившись от нечестия, говорит Господь. 21 стих стоит несколько особняком, и написан он не стихами, как все предыдущие стихи, написан он прозой, и в этом 21 стихе содержится пророчество. Пророчество о постоянстве завета Бога с Израилем. Этот завет постоянен, и вот как говорится. «И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе», видимо, обращение к пророку, «и слова мои, которые вложил я в уста твои», пророк лишь транслирует божественное весть, божественное слово, «дух, слово, слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь отныне и до века». Гарантами вот этой несокрушимости завета Бога со своим народом является, во-первых, дух, дух пророчества, дух, который на пророке, дух Божий, и сам пророк, сам пророк, чьи потомки, включая духовных потомков, конечно же, будут наследниками этого завета, и этот завет будет несокрушим, и никогда не отступят слова Господней от уст и пророка, и его потомков, включая в духовных потомков и этого пророка, и всех пророков Божьих. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Нет, 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 Продолжение следует...